Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 19 февраля и напоминаю, что как каждый понедельник у нас проходит еженедельный обзор основных инструментов более подробно, более детально. Трансляция идет на нашем YouTube канале, поэтому не забывайте подписаться, поставить колокольчик, чтобы получить уведомления. Начало трансляции в 19.30 по Москве, в 18.30 Таллин, Киев, Рига. Ну и не забывайте ставить лайки к этому видео, если оно вам нравится и оно для вас полезно. Также ваши вопросы пишите в комментариях к видео. Ну а начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар в пятницу смогла закрепиться ниже минимальных значений четверга, это отметка 1.2447, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент переводит в фазу снижения. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений пятницы, отметка 1.2554. Пара британский фунт и американский доллар торгуются вблизи минимальных значений пятницы. Если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то также вероятно начало нисходящего краткосрочного снижения с целями на 1.3780. Пока торгуемся выше отметка 1.3996, тенденция восходящая остается в приоритете с целями обновления максимальных значений пятницы, отметка 1.4144 и далее движение на 1.4379. Пара американский доллар и канадский доллар в пятницу также смогла закрепиться выше максимальных значений четверга, это отметка 1.2537, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста. Ближайшие цели это закрепиться выше максимума, который мы увидели в пятницу, ну и дальше уже двинуться на отметку 1.2632. Возврат к продажам по данному активу будем рассматривать после преодоления минимальных значений пятницы, отметка 1.2450. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра торгуются выше максимальных значений пятницы, что дает предпосылки на начало роста по данному активу, в том случае, если пара сможет удержаться выше отметки 105.54 минимум пятницы. Цель роста это движение в область 108.92, но и более долгосрочное уже движение на 111.14. Пара австралийский доллар и американский доллар пока находятся в фазе восходящего движения с целями роста на 79.87 и далее на 81.84. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу, отметка 78.91, то мы можем увидеть начало нисходящего сценария по данной паре. Еврофунт продолжает свой нисходящий сценарий. Ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений пятницы, отметка 88.39, но и далее уже двинуться на 87.70 и на 87.25. На текущий момент ближайший разворотный уровень по данной паре находится на максимуме пятницы, отметка 88.88. Если Еврофунт сможет закрепиться выше данного уровня, то вероятен сценарий вновь на продолжение роста. По золоту мы также в пятницу видели уход ниже минимальных значений четверга. Сегодня также мы торгуемся ниже отметки 1348 долларов за тройскую унцию, что может являться началом небольшой коррекции по данному активу. Цели по снижению это уход ниже отметки 1344 долларов за тройскую унцию, но и вероятность снижения может привести к отметке 1315. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальной значений пятницы, отметка 13361. По нефти марки Brent сценарий восходящий продолжается. Ближайшие цели роста это движение на 68.29 и на 71.53, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме пятницы, отметка 64.37. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше отметки 12740, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме пятницы, отметка 12363. По биткоину также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели это обновление максимальных значений воскресенья, отметка 11252, ну и следующая цель роста уже на 12883. В том случае, если биткоин сможет закрепиться ниже отметки 10156 минимум в воскресенье, то в этом случае мы можем получить вновь начало нисходящего коррекционного движения по данной криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели. Увидимся вечером на нашем еженедельном обзоре основных инструментов и уже продолжим детально разбираться по данным активам. Всем спасибо за внимание и до вечера. Продолжение следует...